Если вдруг возникает мнение какое-то, и кто хочет его высказать, можно вот сюда подходить. Лариса, а вы прямо оттуда, и мы сразу на вас перестраиваемся. И, собственно, вот я вам несу топор. Можно он у вас будет лежать на столе? А вдруг вам кто-то жидко не понравится, мы его заумим потом. Ну, воображение, конечно. Сергей Удальцов, пожалуйста, на сцену. Добрый вечер. Теперь не надо угадывать мои сны. Я показываю в прямом эфире. В модном клубе, в старой квартире, и на сцене театра. Словно в тире, и на белой рубахе, как на бумаге, пятна, зрачки, устремленных глаз. Острые дротики, выворачиваешь наизнанку душу. Каждый раз, словно в первой сцене, это наркотики. Мое посвящение — странный обряд. Но эта игра стоит риска в поисках тайного смысла стихов. Мне так нужен твой взгляд. Странное счастье, что ты так близко. Тебе не надо угадывать мои сны. Я показываю их в прямом эфире. Ты не бойся их, ведь они тебе. В спальне наших игр в нашем странном мире. А разницы нет. Весна, не весна. Долгожданный март. Несерьезная разлука. Тает лед в реке за чертой окна. Сон исчез от колесного стука поезда, который тебя забрал. Полный вагон. Дорога на север. Свечи затушены. Ожидание зал. Обжигает легкие холодом ветер. А если бы знать, что до утра последнее, я бы набрал в легкие воздуха. И я бы ушел в настроение осеннее. Я бы вытер глаза свои досуха. Я бы дул в лицо паровозу. Чтобы был без тебя этот город. Жил бы мечтой о твоем возвращении. Так и не зная, что будет холодно. Город, словно тюрьма. В городе пусто. Серьез, сейчас, секунду. Сними микрофон. Ты же ходишь так красиво по сцене, когда читаешь. Походи. Че ты все вцепился-то в одно место? Город, словно тюрьма. В городе пусто. В городе суета. Лето. Столько пыли, хлама, духота. Руки в крови. Ночами без тебя темнота. И не надо бежать на мосты. И не нужно срывать лепестки. А хочется встречать поезда. Но в них никого нет. А мои мысли тобой проросли. Я люблю тебя, химия и мозга. Я боюсь, что это серьезно. Больно от этих запретов. Под окном, под звездой, промозгло. Хочется новых рассветов. Где мы только вдвоем. В поцелуи твои. Быть одетым. Под любимым. Теплым. Дождем. Будет тепло. Несколько дней собачий холод. Но нужно ли ему верить. Глядя на безразличие людей. Четкое ощущение того, что это не минусовая температура февральских ночей, а твой персональный озном, как следствие перегрева сердца. Потрогая лоб. Грелка. Терпкие капли лекарства. Горчичники словно заплатки. Закрывают точки, которым ты прикоснулась. Залатом весь. Спасибо. Ну хорошо. Спасибо. Подожди. Куда пошел? Нет, нет. Не уйдешь ты сейчас. Я не ушел. У нас ТВ-поэзия 2011. Сережа, можешь туда встать? Специально я сюда встал, чтобы ты тоже был в кадре. Спасибо. Господа, вот есть у кого-то мнение в зале сейчас о том, что прочитал Сергей Удальцов? Вот Андрей Чивиков, что вы скажете? Легкие весенние стихи. Есть, давайте так, кому Сергей Удальцов не понравился? Поднимите руки, пожалуйста. Есть такие, смотри. А почему? Можете объяснить? А? Обычно они все не интересны, а однообразны. Обычно, однообразны, слушай. Лариса, а у вас есть мнение? Мне понравилось. А? Мне понравилось. Они кажут, что они не легкие весенние, они юные, молодые. Поэтому, какой поэт, так и стихи. Мне очень понравилось. Это прочитая, а не просто энергетически. Хорошо. Тогда, значит, такой вопрос, последний. Аплодируют те, кто считает, что Сергей Удальцов великий, гениальный поэт. Аплодисменты. Мне интересно. А аплодируют те, кто считает, что Сергей Удальцов не кудышный поэт. Аплодисменты. Ну, тоже есть. Спасибо. Спасибо, Сергей Удальцов. Ну, вот такой у нас просто такой проект. Вот такой проект.